Добрый день, уважаемые коллеги! Данный блок и данный вопрос вообще под посылками к данному вопросу стали следующие проблемы. В настоящий момент имеется достаточное количество данных, чтобы утверждать, что частота достижения полных патморфологических ответов в предоперационном этапе химиотерапии коррелируется с выживаемостью без прогрессирования и имеет тенденцию к увеличению общей выживаемости. Однако в основных переоперационных исследованиях частота достижения полных патморфологических ответов была не столь высокой. При использовании химиотерапии по схеме ЕЦФ 8,5% пациентов. При использовании химиотерапии по схеме ФЛОТ данный показатель увеличился вдвое, что повлекло за собой и увеличение общей выживаемости. Кроме того, при исследовании, при поиске прогностически неблагоприятных маркеров из исследований МЭДЖИК, в мультивариантном анализе было показано, что наиболее важным фактором, влияющим на общую выживаемость, является обнаружение опухолевых клеток в лимфатических узлах после проведения предоперационного блока химиотерапии. В связи с чем, существует два направления интенсификации или улучшения результатов переоперационной терапии. Во-первых, это эскалация системной терапии для того, чтобы получить более высокие показатели полных патоморфологических ответов, отсутствие опухолевых клеток в лимфатических узлах, увеличить R0 резекции после операции, либо же проведение стандартной химиотерапии, операции и только в случае выявления факторов высокого риска смены режима системной химиотерапии после операции. Для данных целей могут быть использованы иммунопрепараты, которые при раке желудка показывали результаты в поздних линиях лечения, а сейчас демонстрируют результаты в первой линии исследований Чекмэй-649. Наиболее статистически значимый выигрыш в общей выживаемости при добавлении неволумаба к стандартным дуплетам химиотерапии получали пациенты с уровнем экспрессии PDL-CPS более 5. На данном слайде приведены активно проходящие на данный момент исследования добавления различных иммунопрепаратов как в предоперационный блок химиотерапии послеоперационный, так и в оба блока операционного лечения. Большинство исследований результаты пока что еще не доложены, однако из доложенных мы знаем, что добавление синтелемаба и теслилизумаба китайских молекул к химиотерапии в предоперационном режиме кселокс или С1 плюс кселеплатин продемонстрировало частоту полных патморфологических ответов 23-24%. Число больших патморфологических ответов, что соответствует мандарту 1-2, от 50 до 60%. Добавление более знакомого пембра лизумаба к переоперационной химиотерапии по схеме FOLFOX показывает частоту полных патморфологических ответов 22%. Отдаленные результаты пока что еще ожидаются. Ну и предварительные результаты исследования Данте, что добавление отеза лизумаба к переоперационной химиотерапии по схеме FLOAT с дальнейшей поддерживающей терапией отеза лизумабом демонстрирует приемливые показатели токсичности и пока что наибольший выигрыш в когорте пациентов с признаком микростолитной нестабильности. Поэтому иммунопрепараты в переоперационном режиме лечения пациентов могут быть потенциально приемлемой опцией для добавления в дальнейшем. Однако, конечно, требуют поиска биомаркеров их эффективности. Кроме того, наиболее крупные исследования, результаты их будут доложены только в 2023-2025 году. Однако, на основании уже имеющихся данных хотелось бы задать вопрос. Как вы считаете, является ли целесообразным вынесение иммунопрепаратов в переоперационный режим терапии при операбельном раке желудка? Пока идет голосование, то мы видим, что, конечно, число исследований увеличивается с каждым годом, буквально, наверное, за последние 2-3 года. Но мы наблюдаем, что там такая достаточно сборная солянка с точки зрения отсутствия данных даже по экспрессии PDL. Потому что с метастатического рака желудка мы четко видим, что отвечают на добавление иммунотерапии только пациенты с высоким уровнем экспрессии PDL. И поэтому, на мой взгляд, совершенно логично это должно переноситься и на предоперационный этап. Если при метастатическом уж раке мы не видим выигрыша в ПФСе или в общей выживаемости, то, наверное, сложно ожидать, что пациенты с отсутствием экспрессии PDL будут отвечать. Даже в исследовании Данте лишь 29% больных имели экспрессию PDL, CPS больше 5, то есть CPS 5 и больше. И поэтому, в общем, конечно, нам нужны исследования третьей фазы для окончательного принятия решения. Но нужно сказать, что Олеся Алексеевна выступила, внесла позитив, видимо, в умы наших коллег. И, в общем-то, 69% из вас готовы уже сейчас рассматривать возможность добавления иммунотерапии при микросателлитно-стабильном раке желудка. Потому что про MSI High у нас будет в дальнейшем еще отдельное сообщение. Ну, вот я не знаю, если говорить лично о моем мнении, то я бы для MSS скорее бы проголосовал бы против. Наталья Сергеевна, у вас бы как мнение? Ну, я, так сказать, не готова. При MSI High да, я согласна, что на иммунотерапию... А мы не будем заранее влиять на это голосование.